Дорогие братья и сёстры, всех вас приветствую! С вами канал Самсонэти Лайф, очередная рубрика Благовестия. И я, незрячая сестра во Христе, Алена Самсонова, очень у вас прошу прощения. Я давно-давно должна была поздравить вас с троицей, записать об этом рубрику. Но, да, троиц у нас, то есть день Пятидесятницы в этом году пришёлся на 12 июня, да, в этом году, в 2022. Вот, и у меня столько всего произошло. Очень извиняюсь, да, прошу прощения ещё раз, что вот так вот пришлось опоздать с этой рубрикой. То поездки, то материала под рукой не было особо так. То был материал, но не было возможности его воспроизвести. Потом у меня вообще слетело приложение, где были все эти материалы. Я это приложение заново ставила. Ну ладно, что ж тут скрывать-то? Есть WhatsApp. Мне же обычное приложение WhatsApp-то не устраивает. Я вот пользуюсь приложением YoWhatsApp. Это такой клиент модифицированный, где более такие расширенные возможности. Но, как оказалось, оно ещё имеет и другую сторону медали. Слетает такое дело, оказывается. Первый раз у меня вот так вот по-настоящему оно слетело. Просто вообще перестало открываться. Вот, и там и все личные сообщения я порастеряла. И всё, что сохранилось, то сохранилось урывочно. Ну, короче говоря, обрывочно. Ай, враг не дремлет. Вот, это понятно, это очевидно. Видимо, лукавому не хотелось, чтобы я записала эту рубрику. Но наше дело побеждать с помощью Господа. Так как победил Господь наш, Спаситель наш, Христос. Мы тоже должны также побеждать. В общем, на этой земле. Пока мы здесь. Вот, если мы хотим быть, да, в числе Церкви Невесты Христа достойны, мы должны побеждать. Даже обязаны побеждать, я хочу сказать. Вот, и спасибо Господу за то, что всё обошлось. Долго, правда, я искала. Я всё это заново установила. Уже обновлённое приложение. И настройки у меня все полетели. Всё полетело. Вот, и слава Господу, какие-то материалы сохранились. И очень долго я искала. И там уже и Нину потревожила ещё раз. Она там мне что-то вроде бы потом восстановила. Но я уже до этого всё нашла. Надеюсь, что я всё нашла. Ну, в общем, даже если не всё, то ничего страшного. Я думаю, основное я нашла по нашей сегодняшней рубрике. Вот, и аллилуйя, слава и благодарность Господу даже за это. Потому что могло и не найтись, могло и не оказаться. А то, что читает Нина, это и для меня ценно, и для нас, для всех, и вообще для нашей рубрики. Вот, ну ладно, что-то я сильно ушла в дебри. Но я это сделала, чтобы очередной раз поблагодарить Господа и убедиться в том, что Он милостив и творит чудеса. В общем, и благодаря этому теперь я смогу это всё запускать, включать и дальше благовестовать. Итак, пусть, как говорится, поздно, да, как говорится, лучше поздно, чем совсем никогда. Поздравляю вас с праздником, прошедшим, да, днём Пятидесятницы. Это, как в народе говорят, роится. Значит, чем знаменит, не то, что знаменит, да, а чем, так сказать, правильно это выразится, привлекает нас этот день. Знаменит, плохое слово, прошу прощения. Вот, тем, что в этот день, как и предсказывал Христос, на учеников Его сошёл Дух Святой. Да, как дар, как утешение. И да, как мы это услышим в наших тоже, ну, в общем, файлах. Да, места из Священного Писания снова будет прочитывать Нина Чулкова, наша драгоценная сестра во Христе. Вот, и на каждого, получается, сошли, да, разделяющиеся, прошу прощения, языки. То есть, да, пусть не будет оскорблением, если меня будут слушать Пятидесятники. Всё-таки, да, это не те языки, которые там, ну, не членораздельные, да, или как у нас сегодня там, бормотание какое-то происходит. Это разделяющиеся языки, конкретные, иностранные, понятные языки. Да, то есть, каждый услышал своё наречие. Сейчас я кое-что проверю. Тридцать. Тридцать и миллион задолго. Ага, отлично. Вот. И таким образом, да, для тех, кто там находился, представителей, да, разных национальностей, ну, мы это сейчас услышим, я думаю, в Писании. Вот. Было проповедано Слово Божье, таким образом. Вот. И, пожалуйста, тоже не путайте, хочу, да, сказать. Я не хочу поспорить сейчас, Пятидесятники, если слушайте меня с вами. Да, Господь даёт языки. Да, но первый момент. Господь даёт языки, когда нужно кому-то что-то проповедовать. Ну, вот, например, скажем так, открыл Господь, что вот нужно в такую-то провинцию, да, вот в Африку, в какой-то регион съездить. Ну, грубо говоря, в Эфиопию, прошу прощения. Вот. И уже даётся такое наречие, да, такой язык. Но, да, проповедник, значит, сказал свою проповедь. И всё, уже когда ему задают вопросы, да, на них уже отвечает этот проповедник только через переводчика. то есть всё, Господь, получается, его, да, использовал, ну, в плане, в благом, я имею в виду, в добром смысле, да, для благовестия, для проповеди. И всё, ему больше не нужен этот язык. Да, это первый момент. А второй момент, опять-таки, нам один благословенный брат рассказывал, я сейчас готовлюсь к крещению, занятия для крещаемых проходят. Вот. И он рассказывал, что я знала одного человека, опять-таки, дорогие пятидесятники, «Ну, не хочу я вас ничем обидеть, Господь знает». Вот. И, значит, этот человек упал в грех. Да, у него был язык иной. Упал в грех, упал в блуд. Потом ещё раз упал в грех, в блуд. И язык остался у него. А как мы знаем, если человек, да, либо укращает Духа Святого, либо оскорбляет как-то его согрешениями, он же отступает. И дар тоже отступает. Вот. И дальше что ещё? Ну и жена, естественно, не выдержала такого позора и покончила жизнь самоубийством. И всё равно язык остался. Вопрос возникает. А этот язык вообще как он от Бога? Или всё-таки тут постарался лукавый? Да, и не думайте, дорогие пятидесятники, что мы это всё отрицаем. Да, есть дары. Но прежде важен плод. Вот это тоже, пожалуйста, поймите. Плод нужно приносить. Да, дары — это хорошо. Да, здесь тоже нужно различать, какой дар и для чего дар. Да, и от Господа ли это дар. Это всё тоже нужно различать чётко. Вот. И если, например, да, для благовестия, то значит, это дар от Бога. А если там просто, ну, помолиться, от нечего делать, получить, как говорится, какой-то кайф, на непонятном языке и непонятно для чего, ещё истолкователи находятся, и потом так истолковывают, что со стороны вообще приходит настоящий носитель данного языка, о котором всё это и говорится, и из которого истолковывается, и выясняется, что, оказывается, ещё и материмся, какие-то ещё непристойности произносим. Поэтому очень прошу вас всех от чистого сердца прошу. Да, Господь видит, Господь знает, что никого я не хочу оклеветать. Да, раз уж мы о Троице заговорили, значит, и о языках естественным образом. Вот. Очень прошу вас, пожалуйста, различайте от Господа это или это лукавый постарался, потрудился. Вот. Ещё раз повторяю, мы, баптисты, мы не исключаем, что есть дары, но прежде плод нужно приносить. вот, так что здесь такой момент, вот, и мы говорим, что на учеников сошли языки раздельные, разделяющиеся, было написано. вот, иные, иностранные, чёткие, членораздельные языки, вот, где каждый услышал своё на речи, и таким образом было проповедано Слово Божие. Вот. Ну, и вообще считается этот день, день Пятидесятницы, да, днём рождения Церкви Христовой. Вот, тоже, чем оно знаменательно, можно так сказать, и примечательно. Вот. Ну, дальше мы поговорим о других немножечко моментах, но сейчас мы выслушаем поздравительное стихотворение от Нины, сестры. Ну, и потом обратимся к Слову Божьему, которое она тоже прочтёт. Так, сейчас. Слушаем. С праздником Троицы, днём сошествия Духа Святого на землю, Госердный Господь и Спаситель, Духа с неба на землю послал. Он утешитель наш и учитель, Он нам к вечности путь указал, Он и в радостях с нами, и в бедах, Он надёжный помощник во всём, только с ним в искушениях обеда, и вся праведность наша лишь в нём. Этот день я желаю любому, и себе, и друзьям, и родным, будьте чёткими к Духу Святому, Царство Божие путь только с ним. Аминь. Вот вы прослушали стихотворение «Аминь». Я тоже это подтверждаю. Мне, наверное, надо убавить. И дальше, после такого замечательного стихотворения, сейчас мы услышим Слово Божье, что об этом говорится в Писании, об этом празднике. Деяния Святых Апостолов, глава вторая. При наступлении Единопятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди напожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в Пентине, ибо каждый слышал их говорящих тихо-наречие, и все изумлялись, и явились, говоря между собой. Все говорящие, не все ли гамильяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Мияне, и Елениты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, онты и Асии, Тридии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих перед ними, и пришедшие из Рима, иудеи, прозриты, тритяне и ориетяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все и, не думевая, говорили друг другу, что это значит. А имя, смехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатым, возвысил голос твой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалине, сея да будет вам известна, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, и до теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иолием. И будет в последнюю дню, говорит Бог, из Илью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчивать, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями проземляемые будут, и на рабов моих, и на рабы моих в те дни зелью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьмой, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами, знамения, которых Бог сотворил через него среди вас, как и сами вы знаете, всего по определенному совету и предвидение Божие преданного вывязали и пригвоздили руками беззаконных вели, но Бог воскресил его, расторгнув узу смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем, ведю я пред собою Господа всегда, ибо он весной у меня, дабы я не поплевался, оттого возрабовало сердце мое и возвеселился язык мой, даже и кровь моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление, ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим, мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сегодня, будучи же пророком и зная, что Бог склятывая обещал ему от плода чресла его возбить Христа воплотить и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, да не оставлена душа его в ази и плоть его не видела тление. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен вестницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа излип 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 что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу ему, сиди объясни меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господа и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они удивились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов душе. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемость к церкви. Так, дальше сейчас еще услышим два коротеньких отрывка из Священного Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Русалиме, доколе не обличаетесь в силу свыше». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, Который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и наполнит вам все, что я говорил вам». Так, секунду. Сейчас еще раз проверим, ну вот, что мы услышали с вами. «Отлично, все. Могу дальше продолжать». «Отлично, все. Могу дальше продолжать». Вот, да, что мы видим про Утешителя, да, Духа Святого, как я уже говорила в начале нашей рубрики. И вот с тех пор, да, так все и происходит, да, что касается вечеря, хлебопреломления. В общем, да, как они ходили и преломляли хлеб по домам. В общем, это и сегодня мы делаем, да, участвуем в вечере. Об этом тоже я говорила, да, то, что заповедовал Христос, да, сие совершайте Мое воспоминание. Вот, теперь дальше давайте обратимся, скажем, к истокам, наверное, или к аналогу этого праздника. И возьмем мы сейчас, да, сравнение такое с праздником – живот. В общем, да, что мы здесь видим, когда Моисей выводил из Египта народ. Вот, тоже на 50-й день, тогда после Пасхи. Да, мы знаем, по какому случаю здесь праздновалась Пасха. Да, немножко напомню очень кратко, что получается, да, египетский народ не хотел, точнее даже сказать, фараон не хотел отпускать израильский народ. Вот, и он все жестоковыми становился, да, и в общем, что произошло в 40-й день. Ой, прошу прощения, на какой 40-й день, не то говорю. Что произошло, да, почему мы празднуем? Все, прошу прощения. Сейчас соберусь, сконцентрируюсь. Да, что произошло, почему еврейский народ, точнее сказать, праздновал Пасху. Да, потому что, в общем, Господь предупредил, да, Моисея, что в Египте, да, погибнет все первородное. В общем, надеюсь, правильно говорю, все. Если нет, то поправьте меня в комментариях. Вот, а еврейскому народу, да, было велено помазать косяки, в общем, домов, да, кровью, в общем, ну, животных. Вот, и таким образом все первородное у еврейского народа сохранилось. А у египетского народа все первородное погибло. Ну, то еще такое первородное, да, там самые, ну, первенцы, в общем. И первенцы, и в стадах, да, среди животных, и первенцы среди людей. Все погибли у египетского народа. Вот, и тогда, конечно, да, фараон отпустил их. Ну, мы дальше знаем, что за ними, да, за фрейским народом, когда они уже отошли какое-то определенное расстояние. Снова хотели погнаться, да, но тут море раступилось, да, и тоже мы это знаем из Священного Писания, из Ветхого Завета. То есть они прошли море, ну, как оно стало сушей, да, раступилось. Прошли хорошо еврейский народ. И видели даже, как путь освещается их. Вот, а когда уже пошли за ними в погоню египтяне, то тут море снова сомкнулось. Вот, и они все потонули. Вот таким образом, в общем, да, и на 50-й день, получается, то, что Даша, вот, да, то был Песах, я рассказывала, то есть Пасха, Песах, да, это все касается суббот. Вот, тогда были субботы у евреев, но вот сейчас, да, мы празднуем и Пасху, связанную, да, с распятым нашим Христом, Спасителем. И та же Троица, День Пятидесятницы. Ну, мы празднуем теперь воскресенье, да, потому что Христос воскрес, свое воскресенье. Вот, и здесь, как бы, тоже, в свою очередь, это является шиотом. Далее, что хочу сказать, прошу прощения за некоторые ляпы и заминки, видимо, к концу дня уже совсем не та голова. Очень прошу за это прощения. И у Господа, прежде всего, конечно, и у вас, у всех. Вот, не хочу ничего монтировать, вырезать. В общем, как есть, так есть. В общем, пусть оно будет естественно. Вот, да, продолжим про еврейский шиот. Вот, и здесь уже, получается, не будем сейчас входить в подробности, в такие прямо. На Пятидесятый день, да, Моисею была дана Тора. Да, и израильскому народу Господь дал Тору. То есть, это заповеди, десять там и больше, да. Ну, заповеди, которые необходимо соблюдать. То есть, заключил с ними закон, завет. Дал закон, заключил завет. Вот так вот правильнее будет, наверное, сказано Господь. С еврейским народом. Вот, и естественно, конечно, они снова стали ходить путями беззаконными. И, как бы, уже и вроде бы закон исполняли. Но на сердце не было самого главного, да. На сердце не было любви друг к другу, любви к ближнему. Или же, да, исполняли законы, да, ссылались на эти законы. Да, в общем, строго, конечно, с одной стороны им следовали. Но с другой стороны, тут же и совершали грех. Ну, грехи любые. Тот же блуд, еще какие-то грехи. И при этом, да, прикрывались законом. Что мы сейчас, в принципе, наблюдаем, да. В общем. И что еще тут следует заметить. Помните, я как-то в одной из рубрик говорила, да, почему Христос именно там беседовал с одним из... Ну, одним из собеседников был его Моисей. Да, почему именно Моисей? Во-первых, я тогда говорила, что Моисей, он мог избрать путь для себя более такой, да, широкий. То есть его воспитывала дочь фараона. Он вполне мог стать фараоном. В совершенно законных основаниях. Но он выбрал страдать за народ. В общем, да. Так же и Христос выбрал страдать за народ. В общем, и... Возможно, да, это их тоже объединяет. Но что еще я говорила? Они могли обсуждать и о заветах что-либо. Но это опять-таки мы спросим. Я же рассказывала сны, как... Да, меня поприветствовали и ветхозаветние, и новозаветние. В общем, и пророки, и апостолы. Вот можно будет спросить, а о чем же вы беседовали все-таки? Вот. И здесь предположительно... Что можно предположить, да, о чем мы беседовали? Как бы сказать, Моисею был дан Господом закон, да, завет. И Христос тоже, Он есть кровь Нового Завета. Вот, как бы, возможно, и об этом здесь тоже. Да, могла идти какая-то беседа, ну, как сказать, преемственность, что ли, может быть, передача, усовершенствование, да, одного завета на другой. Возможно, и об этом тоже у них могли, так сказать, да, идти разговор. Вот. И что еще следует отметить? И есть такое тоже предположение у многих проповедников. Где-то я даже, наверное, в этом солидарна. Ну, вот, кто знает канал Откровения, там есть очень благословенный брат Александр. Даже как-то и я на его канале комментарий оставляла, он мне отвечал. Вот, там давала некоторую тоже трактовку. И оказалось, что у него тоже есть на эту тему проповедь. Ну, о четырех животных, там, в общем, да, о старцах, об их образах. Ну, это уже другая тема. Вот. Это превосхищение уже, когда в церкви. Вот. И он как раз-таки говорит, да, то, что и тот, и другой живот, в общем. Но будет, как бы, еще третий живот, возможно, с этим можно согласиться, действительно, да. В который за нами, да, Христос может прийти, ну, как за церковью. Ну, в общем, что-то есть в этом такое, кстати говоря. Вот. Так. Что-то какие-то тут звуки. Понятное, ну, ладно, оно нам не мешает благовествовать. Вот. И, в общем, что тут еще можно сказать? Да, то, что, возможно, мы и будем восхищены. Как бы, в третий живот. Конечно, одни части никто не знает, да, как тогда учил Христос даже Сын Человеческий, не ангелы, да, никто. Только сам Отец Небесный. В общем, так что ждем, бодрствуем. Да, наша задача с чистыми сердцами, да, с белыми одеждами, как я в прошлый раз говорила, с опоясанными чреслами, наготове, ждать Христа. Да, в общем, и он избавит нас от грядущих, прошу прощения, скорбей, судов, да, которые будут изливаться на эту землю беззаконную, неправедную. Потому что уже мы видим столько беззаконий сейчас. Да, и сказано, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, что и сейчас мы видим, что и сейчас происходит. Да, и о том, что люди наполнены Духом Святым, и в них присутствует Дух Святой, да, при таких обстоятельствах и при том, что в людях охладела любовь, да, о присутствии в них Духа Святого, о наполненности Духом Святым, да, сложно вообще говорить. Вот. И, в общем, ещё раз, да, что здесь следует из этого всего заключить. Значит, первое, что я, да, хочу сказать ещё раз про всё-таки Шевот, да, когда на 50-й день после Песоха, в общем, еврейскому народу, там Исею была дана. В общем, да, то есть заповеди, закон, на который в итоге они вроде бы как и не совсем соблюдали, можно так сказать, ещё раз повторюсь, да, прикрывались этим законом. И роптали также, в общем, и на Моисея роптали. Вот, и одно то, что, да, проблема, конечно, и в блуде была, и в видала поклонничестве, да, что, собственно говоря, мы и сейчас имеем. Вот, особенно, да, как Моисей пошёл там молиться, а народ упросил Орона, да, сделать золотого телеца, чтобы ему поклоняться. Ну, это как, вот, это же недопустимо. Вот, так что, значит, ещё раз, да, первый Шевот, это Тора, да, это Субботы. В общем, а второй, как бы, Шевот считается, ну, можно как бы так считать, да, День Пятидесятницы, Троица, да, когда Дух Святой сошёл после Пасхи, да, после воскресения, ну, на Пятидесятый день, да, после воскресения Закланова Агнца, ну, сошёл Дух Святой, как Утешитель, в общем. И здесь и языки появились, и какие-то, возможно, ещё и дары Духа Святого. Да, и люди стали исполняться Духом Святым, наполняться Духом Святым. В общем, можно и так сказать. Вот. Да, и что мы здесь видим, что, да, Господь то, что обещал, Он дал, да, Утешителя, дал Духа Святого. Вот, и тем самым, да, исполнилось следующее, тоже то, что я говорила в предыдущих рубриках, да, что Ветхий Завет, ну, да, закон, написанный на скрижалях. В общем, новый Завет, новый, да, закон, обновлённый, можно так сказать, он написан на сердцах должен быть. И здесь, конечно, это чётко прослеживается. Что здесь, да, нужно быть наполненным Духом Святым, в общем, нам новозаветним, исполненным Духом Святым. Вот, и что ещё следует здесь отметить? В общем, наверное, могут поступить такие вопросы. Почему там суббота, а здесь воскресенье? Да, ещё раз повторюсь, что Христос воскрес, он всё-таки воскресенье, да, и как бы с этого можно считать, что Новый Завет начался. И поэтому по воскресеньям у нас, в общем, и праздники, да, и собрания, основные праздники. Вот. Да, на эту тему сейчас до сих пор идут споры. Вот надо в субботу, вот почему вы в воскресенье празднуете. Даже есть такое, что, типа, вот, якобы вам навязывают празднование воскресенья, вплоть до такого, что абсурда, что, как сказать, властями навязано, там ещё кем-то ещё католиками навязано. Ну, короче говоря, ещё раз повторяю, да, враг не дремлет. В общем, иудеи до сих пор также считают, что субботствовать — это именно субботу соблюдать, конкретно субботу. И адвентисты мы знаем, и, скорее всего, даже иеговы, я здесь не уверена, но кто-то, в общем, ещё субботу в прямом смысле этого слова соблюдает. Но здесь оно ведь, да, можно рассматривать, как, да, суббота, да, как прообраз покоя. Субботствуйте, будьте в покое, и, да, как бы в этот день, ну, можно сказать, не делайте работы и уделяйте время Господу. Да, давайте день Господу, в общем. И, естественно, субботствовать, да, быть в покое, в данном случае, да, нужно воскресенье, так как ещё раз, уже третий, наверное, раз повторяюсь. Христос у нас воскрес, воскресенье. И опять-таки мы видим, да, как, давайте тоже вспомним, как фарисеи ополчались на Господа, когда Он исцелял, и в субботу тоже. Вот. И что, конечно, на это сказал Господь, что ведь вы же ваших, как бы, да, животных на водопой-то водите. Ну, вот я вот в этом смысле. А почему исцелять не должно в субботу? В общем. И здесь, как бы, ещё такая мысль, о которой я тоже говорила, возможно, да, выше, вроде говорила. Что закон это мы соблюдаем, ну, что за этим стоит, насколько это искренне. За субботу мы ратуем, а в сердце пустота. Вот, как бы, да, лучше не соблюсти что-то, да, ну, сделать, ради того, чтобы сделать что-то доброе, хорошее. Да, лучше что-то не соблюсти. В общем, если выбрать соблюдение какого-то закона, или, если в этот день, скажем, да, когда нужно соблюдать закон, ну, предстоит сделать что-то доброе для кого-то. Конечно, уж лучше пожертвовать, да, соблюдением закона, и сделать для какого-то человека добро, либо исцелить его, да, либо что-то ещё доброе. Это всё говорит о любви к ближнему. То есть, да, то, что закон — это ничто, если не будет любви к ближнему. То есть, тоже так же о дарах, да, и вообще обо всём. Так вот можно судить и договорить, что да, хорошо, если, например, есть дар, пророчество или исцеление. Но если нет любви при этом, то я медь звенящая. Ну, вот что-то такое тоже было. Так что здесь вот тоже такой вопрос. Да, должно быть всё, конечно, в совокупности. Хорошо, если будет и закон, конечно, но прежде любовь, да, к ближнему. Если не будет любви к ближнему, то ты хоть, я не знаю, хоть вечно соблюдая этот закон, ну, не получишь ты милость от Господа. Не будет это угодно Господу. В общем, твоё соблюдение закона. Потому что сердце не наполнено любовью к ближнему. В общем, такие сегодня у нас рассуждения. Вот. И давайте мы действительно уже будем заканчивать и помолимся. Господь. Мы благодарим Тебя за Утешителя, да, за которого Ты дал нам. Благодарим за Духа Святого Тебя, Господь. Помоги нам быть исполненным Духом Святым, чтобы мы не, как это сказать, не угошали Духа Святого. Помоги, Господь. Да, чтобы Дух Святой вёл нас, да, скажем так, предводительствовал. Чтобы мы, ещё раз, да, повторю, не угошали Духа Святого и нашими согрешениями, да, или каким-то непослушанием, что Господь, что велит Дух Святой, чтобы мы то и исполняли. иначе, если углашать Духа Святого, можно его и потерять. Помоги нам, Господь, не потерять Духа Святого. И чтобы мы всё больше и больше наполнялись Духом Святым. В общем, совершенствовались в самом хорошем, Господь, смысле этого слова. Так, как Господь Тебе угодно. Благослови всех, кто слушает эту рубрику. Также исполни всех слушателей Духа Святого. Наполни их Духом Святым. Коснись, Господь, их сердце. Да, коснись их сердец. Благослови всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...